Первые весенние дни в Харциской школе искусств уже давно ассоциируются с музыкальным фестивалем «Весенние голоса». Каждый год в начале марта учащиеся и педагоги школы готовят по этому случаю большую концертную программу. Отметим, что в этом году «Весенние голоса» прозвучали в Хошеи уже в 16-й раз. «Весенние голоса» – ежегодный отчетный концерт, подготовка к которому начинается фактически с начала учебного года. Именно на мартовском фестивале юные музыканты демонстрируют все то, чему они научились за месяцы упорной, надо верить, и терпеливой учебы в школе. Это своеобразный итог. Хотя многие говорят, что так рано подводите итог, еще целая четверть впереди. Но дело в том, что в апреле начинаются в основном конкурсы все, и проводить такие большие мероприятия у нас уже нет времени. И это раз. Во-вторых, уже ребята показывают готовность к конкурсам. Стандартная двухчасовая концертная программа – это не про Харцисскую школу искусств. Концерты в Хошеи обычно длятся минимум часа четыре, а то и полный учебный день. В этом году фестиваль «Весенние голоса» и вовсе растянулся чуть ли не на неделю. Стартовал в минувший вторник, а завершился в прошлую пятницу. Всю неделю шли концерты, показывал каждый отдел свое искусство. Во вторник у нас были пианисты, вчера оркестровый отдел, позавчера народники, ну таким образом. А сегодня заключительный концерт, когда все лучшие представители своих отделов, то есть большие коллективы, из больших коллективов сегодня оркестр народных инструментов, мы им очень гордимся, потому что их мало в республике. Духовой наш оркестр, хор большой, коллективы, солисты. В программу заключительного отчетного концерта вошло 22 музыкальных номера. Почти все артисты, выходившие в этот день на сцену, исполнители уже достаточно опытные. Многие удостоены весьма почетных званий лауреатов и дипломантов различных городских, республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Директор ХШИ Светлана Ларина особо горда наличием в школе оркестра народных инструментов. На итоговом концерте большой коллектив музыкантов-инструменталистов выступал первым, исполнив шедевр Андрея Петрова – вальс из кинофильма «Берегись автомобиля». Субтитры создавал DimaTorzok